Человек света, так говорила великом живописце Василия Поленове, ученый-физиолог Павел Спира. Такое название получила и выставка, посвященная 180-летию со дня рождения художника. Она открылась в Самарском художественном музее, в экспозиции 76 произведений. Пейзажи, этюды, картины с библейскими мотивами. Среди полотен есть и те, что впервые покинули стены родных музеев. Это подвиг нашего коллектива, подвиг музейщиков, подвиг нашего Министерства культуры, которое поддержало нас, серьезно поддержало. И я не сомневаюсь, что эта выставка будет постоянно встречать гостей. В организации выставки приняли участие 12 музеев России. Например, музей-заповедник Поленова, который располагается в Тульской области, предоставил для Самары картины вместе с рукописями живописца. На открытие выставки приехала директор музея Наталья Поленова, правнучка художника. Юбилейный Поленовский год с его 180-летия открывается этим замечательным мероприятием в замечательном, чудесном Волжском городе Самаре. Ну, как-то вот так получилось, что Поленов жил на Аке, а как-то вот жизнь наша связана так или иначе с Волгой. Для Самарской выставки картины привезли также из Музея изобразительных искусств Пушкина и Третьяковской галереи. Одним из главных экспонатов стало масштабное полотно с библейским сюжетом «Христос и грешница», доставленное из Третьяковки. Это действительно очень уникальное событие, не только для Самарской области, но, я так думаю, для России в целом, потому что действительно сегодня здесь, в Самаре, собрались 12 регионов. Выставка «Человек света» будет работать в Самарском художественном музее до 30 июня. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.